Мягкие игрушки – это настоящий пылесборник, считает Татьяна Каплей. Парадокс, но всё же Татьяна бережно хранит своих друзей детства, потому что они не просто игрушки. Мягкие и пушистые – свидетели памятных событий или даже их участники. В классе, наверное, седьмом я приглашала всех, весь класс, к себе домой на день рождения. Вот эта собака стала основным подарком. Поэтому вот всякий раз, когда смотрю, вспоминаю. Когда-то его звали Гоша, но прошли годы, и новая хозяйка пса, 4-летняя Катерина, назвала собаку Милка. На нём можно попрыгать, полежать, его можно безбоязненно потрепать. Мама Татьяна только и успевает следить за шёрсткой любимого зверя-дочери. И всякий раз, когда постираешь её, набиваешь, у неё разная форма. То нос попышнее, то лапы попышнее, она всегда разная получается. Менее любимый у Кати, но более дорогой для её мамы – вот этот пёс. Его на первом свидании подарил Тане будущий муж. Панда – подарок на совершеннолетие от друга, который потом стал свидетелем на свадьбе. Кот в сапогах – не только раритет, но и эксклюзив. Шит на заказ ко дню рождения внучки бабушкой. Правнучку кот пока не вдохновляет. Но мама Таня уверена, когда дойдёт очередь читать сказку про кота в сапогах, у дочки появится интерес и к красавцу в шляпе. Каркуша – современная игрушка. Её подарили уже Кате. Мама считает, пока дочь смотрит спокойной ночи малыши, ворона будет востребована. А дальше рискует перейти по наследству уже Катюшиным детям. Раз я храню, значит, хотелось бы, чтобы и она хранила, конечно. И всё же спать даже с самыми любимыми и дорогими сердцу мягкими игрушками Татьяна не разрешает. Аллергия, в отличие от детей, не дремлет. Продолжение следует...